Если хочешь быть здоровым, бегай. Если хочешь быть умным, бегай. Если хочешь быть умным и здоровым, бегай дистанции спортивного ориентирования. Для занятий парусным спортом нужен океан, море, река, озеро или хотя бы стовок. Альпинистам нужны горы, спелеологам пещеры. А вот ориентировщики могут тренироваться и соревноваться где угодно. Был бы участок пересеченной местности, карта и компас. Компас сегодня доступный любому человеку прибор, с картами немного посложнее, но вопрос этот тоже решаемый. Популярность спортивного ориентирования высока во многих цивилизованных странах. Спорт довольно молодой. В Советском Союзе первые общесоюзные соревнования были проведены в 1953 году. Уже тогда организаторы соревнований обратили внимание на Крымский полуостров. Пересеченная местность вносит в ход соревнований особую прелесть. А если еще принять во внимание чистый горный воздух, изрядно сдобренный ароматами можжевельника и сосны крымский, и морем, то лучшее место для активного отдыха не найдешь. За более чем полувековой период активного развития спортивного ориентирования школу интеллектуального бега с компасом прошли многие тысячи молодых и не очень молодых людей. Увлечение ориентированием позволяет поддерживать организм в тонусе до глубоких сидений. Язык не поворачивается произнести до старости. Похоже, что старость для ориентировщика понятие абстрактное. Они ориентировщики и после 80 лет бегают по лесам и горам наравне с 15-летними. Эликсир молодости вновь и вновь собирает единомышленников на спортивных дистанциях. Впервые за годы независимости командный чемпионат Украины по спортивному ориентированию проводится на территории города Севастополя. На территории Крыма командный чемпионат проводился уже трижды и впервые на территории Севастополя. Разделение дистанции у нас происходит по времени победителя. Вот длинная дистанция это порядка минут 20-30, час 30-20 это время победителя на длинной дистанции. На средней порядка 35-40 минут. И спринт у нас 13-15 минут. В соревнованиях одна из самых многочисленных команд это команда сборная Крыма. В составе сборной Крыма 36 спортсменов всех возрастных групп от 12 до 50. В составе команды у нас есть призеры, победители чемпионатов Украины, члены юношеских, юниорских сборных команд. Вчера на средней дистанции по элитной группе среди мужчин победил Ведмецкий Алексей, город Симферополь. Федерация спортивного ориентирования Украины в поисках новых площадок для проведения массовых соревнований обратила свой взор на горы Севастополя. Инициативу в освоении нового, малоисследованного урочища реки Узунжи в районе Байдарской долины на западном склоне массива Айпенки проявил ветеран спортивного ориентирования. А ныне директор Севастопольского детского оздоровительного лагеря «Горный» Алексей Михайлович Сидоренко. Первое впечатление, конечно, чувство такого, честно говоря, большого удовлетворения. Почему? Потому что эта мысль, эта идея, в общем-то, вынашивалась уже, наверное, лет 10, вот чтобы этот район заработал, заработали карты, начал развиваться как для спортивного ориентирования. Сейчас вот, в данный момент, нарисованы карты района. Четыре дня, я уже сказал, отбегали участники, и высказывания о рисовке картах, о районе, ну, самые-самые наилучшие. Потому что приехали, когда кого увидели, говорят, о, Швейцария. Район этот очень красивый во всех отношениях. Хороший каньон, чудесный каньон в Узунжинске. Речка бежит, горы прекрасные. Вместе со своими единомышленниками он исходил и избегал все окрестные склоны гор, ущелья, обраги, леса и поля. И нашел отличные варианты прокладки дистанции ориентирования для любых возрастных категорий и различных дисциплин спортивного ориентирования, появившейся в последние годы. Но мало найти, пусть даже, самый замечательный рельеф в горах. Нужны карты. Для составления спортивных карт требуется кропотливая работа настоящего мастера своего дела. Не один месяц они с теодолитами промеряли окрестные склоны. И вот, принтер компьютера выдал первые распечатки. Мэтры спортивного ориентирования оценили их на столь высоком уровне, что решили провести в отчащей УЗУ уже международные соревнования с участием почти 800 спортсменов. Вообще-то, что такое спортивное ориентирование? Если так вот коснуться, это особая романтика. Потому что в душе у каждого есть свое что-то романтичное. Ну и, конечно, спорт. Это должно быть и умение, и, соответственно, физическая подготовка. И, если говорить о Севастополе, в 70-е годы в Севастополе была очень серьезная команда, которая участвовала и в матче городов-героев. Она составляла основу сборной Крыма в первенстве Украины, которая, в общем-то, занимала даже было время, когда пятое место на Украине команда Крыма, в которой снова составляли севастопольцы. И на сегодняшний день есть достаточно много и серьезных спортсменов, мастеров спорта, энтузиастов, которые в основном занимаются с детьми. Я бы здесь мог бы назвать в первую очередь Степанову Наталью, которой продолжает заниматься бывший член сборной и Севастополя, и Крыма. И то, что сегодня проводился чемпионат Украины по ориентированию Севастополя, это о многом говорит. То есть сегодня смогли подготовить достаточную местность, достаточно интересную карту, вернее, и привлекли, безусловно, высококлассных спортсменов-ориентировщиков, и в первую очередь тех, кто умеет готовить карты, ставить дистанции. Но я абсолютно уверен, что в Севастополе не только в районе, так сказать, пионер-лагеря Горный такая местность существует, и многие другие карты, которые можно поднять, по которым бегали 70-е, 80-е годы, и проводить, ну, любого уровня. Я напомню, что проводили бы здесь и матч городов-героев, первенство Украины, первенство области, первенство Севастополя. Любого ранга соревнований можно проводить. В течение четырех дней судьи устанавливали контрольные пункты дистанции всех возрастных категорий. Спортсмены стартовали на коротких, длинных дистанциях в эстафетах. Аксакал соревнований Юрий Яковлев в возрасте 71 года, группа М-70, прошел дистанцию в 3260 метров за 58 минут. Как это не только идти или бежать нужно было по крутому лесному склону, но еще и искать мастерски расставленные контрольные пункты. Его товарищ, 67-летний Андрей Дудин в группе М-65, финишировал на 45-й минуте. А вот молодежь от 60 до 64 лет в своих возрастных группах Белорекорд, проходя дистанцию с результатом от 35 до 55 минут. Среди лидеров Владимир Безручко, Сергей Карпенко, Владимир Дегтярев, Михаил Семесинов, имеющие стаж спортивного ориентирования более 45 лет. Абсолютной рекордсменкой чемпионата в своей возрастной группе стала мастер спорта международного класса 78-летняя Людмила Пох из Запрожья. В группе старше 65-ти длинную дистанцию по слонной Петре прошли Галина Черкасова, Лариса Погорлецкая, Людмила Бухтиярова. На чемпионате мира даже бегут группы 90 лет. У нас здесь на чемпионате Украины самая старшая группа 70 лет. У нас бегут ветераны, которым 70 и старше. Они занимаются ориентированием уже лет по 40. Очень много выступает семьями, по 3-4 человека. Два человека, семья мама, папа или дочка, сын. Это довольно распространенное явление. Но очень много сейчас выступает семей, по 3-4 человека. То есть они вместе выезжают, общие друзья, общие интересы, общие воспоминания. Ну, это вид спорта, как, помогает людям, наверное, выжить в нынешней ситуации, в нынешних условиях, когда идет большая нервная нагрузка, большое влияние больших городов, загазованность, загрязненность. О лес, природа, положительные эмоции, встречи с друзьями. А рядом искали свои контрольные пункты мальчишки и девчонки в группах М10 и Ж10. У них всего по 5 контрольных пунктов с суммой кратчайших расстояний в 2290 метров. На каждом пункте вместо традиционного компостера, как было раньше. Теперь установлен электронный прибор-отметчик. Спортсмен прикладывает к нему свой персональный чип Перстин. И чип записывает номер пункта и время его прохождения. На финише судья считывает на компьютер информацию с перстиной и выдает распечатку движения спортсмена на дистанцию. Последовательность прохождения пунктов указывается судьями на карте при старте. Пропустил пункт, возвращайся и ищи его. А это порой означает, что вновь по склону горы карабкаться придется к прежнему контрольному пункту. Сегодня эстафета, использованы скалы, которые урочатся в Узунджи. Очень непривычно для людей, потому что проходы в скалах, обрывы огромные. Ну, очень красивые места. Люди довольны именно потому, что это и тяжелая физическая, и эмоциональная нагрузка. Все прибегают довольны и результатами довольны, и местностью очень довольны, и картами довольны. В общем-то, пока все идет хорошо, определились лидеры. В элите это Харьковские две команды, мужская и женская. Ну, и среди юниоров идут разные, борьба идет полным входом между разными областями. Опытные ориентировщики карту читают на бегу. Они мгновенно, по едва заметным ориентирам, определяют свое местоположение на карте. Выбирают оптимальный, иногда не кратчайший путь к следующему контрольному пункту. Для группы элита, в которую входят действующие мастера спорта и подмастерия, кратса протянулась на 9400 метров при 12 контрольных пунктах. Алексею Ведмецкому потребовалось 72 минуты для его прохождения. Несколько минут ему проиграли Максим Штельмах и Алексей Игнатьев. Эта тройка реально претендует получать их в чемпионатах Европы и мира. Среди девушек лидировали Анастасия Данилова, Ольга Севоронова, Алена Стругалева. Во-первых, я хочу благодаря возможности поблагодарить Крымчан за столь прекрасные соревнования, которые здесь организованы. Великолепное судейство, великолепные трассы, что мы, даже ветераны, ошибались очень часто. От этого даже, может быть, мы получали какое-то удовольствие, что нас смогли технически заставить работать, работать и работать. За моей спиной прекрасные Можжевеловые горы, там чуть-чуть выше Синдюрли-Каба. Собственно, здесь 30, даже больше. В 1971 году начиналось один из первых стартов Севастопольского ориентирования. Дистанция была страшно подумать. Дистанция около трех с половиной часов прохождения. Даже была песня, кто взял первое КП, тот выполнил разряд по альпинизму. Нынешним спортсменам это и не снилось. Это помнят только ветераны. А сейчас здесь проходит командный чемпионат Украины. Это ранговый старт международной организации и ОФ. Вся элита здесь. И в зависимости от того, как они выступят, будет сформирована сборная Украины по спортивному ориентированию. Ой, это скорее похоже на альпинист, чем на ориентирование. С элементами ориентирования. Очень тяжелая трасса. Очень тяжелая. Сколько времени вы были на маршруте? 42 минуты. Ну минут 5 потерял, наверное. Минут 5 потерял. А так, в остальное, бассейн. В программе нынешнего чемпионата Украины была и относительно новая дисциплина, точное ориентирование, доступное паралимпийцам. Торевноваться могут колясочники и спортсмены с протезами. Ограничение физических возможностей не мешает занятиям спортом. В этой дисциплине спортсмены движутся по сфальтированной дороге, а все контрольные пункты конуса расположены на окрестных склонах в зоне прямой видимости. Нужно точно определить координаты всех конусов. Скорость передвижения роли не играет. Хотя контрольное время, конечно, существует. В скандинавах есть определение ориентирования здоровый спорт здоровых людей. А здоровье – это не только наличие ног, это наличие духа, это наличие мозгов, это то состояние, которое человека без ногого превращает в здорового человека. И этот вид спорта уникально придумал. Нужно памятник ставить тому, кто когда-то в Швеции придумал это направление ориентирования, благодаря чему инвалиды получили возможность на равных бороться на дистанциях со здоровым. В этом виде ориентирования. Поскольку здесь скорость не является критерием победы, не является доминантом, а точность работы. И вот был случай на чемпионате Европы, мне кажется, лет 5-6 назад, когда английская коляска, девушка без ног, выиграла у самых сильных ориентировщиков мира, беговых, в трейле ориентирования. Сейчас я не помню даже фамилию. Она талантливый человек, разнообразный. Она преподавательница какого-то университета в Англии. И она же выдающаяся спортсменка-ориентировщица. Причем я в ней просто могу сказать, что она ног лишилась в результате несчастного случая, а до этого она была чемпионка Англии в беговом ориентировании. Погода благоприятнела организаторам и участникам чемпионата, болельщикам и случайным зрителям. Группы туристов с рюкзаками, а рядом несколько популярных пешеходных маршрутов проходят по горному Крыму, останавливались при виде взмыленных легкоатлетов с картами и компасами в руках, что-то настойчиво ищущих в кустах на пушке леса. Громыхал гром тучи, сходились и расходились, но дождь пошел, только в последний день соревнований, уже после награждения победителей и призеров во всех возрастных категориях. Организаторы чемпионата и его участники считают, что в Севастополе состоялось рождение нового перспективного района для занятий спортивным ориентированием. По мнению всех специалистов, у рощищей реки Узуржи можно проводить любые соревнования до чемпионата мира включительно.